С началом учебного года детских школьников и учителей ждут нововведения. К примеру, первоклассникам наряду с обычными ручками разрешат пользоваться простыми карандашами, чтобы ошибку можно было стереть резинкой. Впрочем, это всего лишь приятные мелочи. Всю начальную школу ждет существенная трансформация. В новый учебный год по новым правилам. С 1 сентября учеников младшей школы и их учителей ждет целый ряд инноваций. И, к примеру, первоклассникам отныне разрешат писать карандашом вместо ручек, чтобы можно было ошибку стереть ластиком и избежать зачеркивания. Впрочем, это только верхушка айсберга очередной школьной реформы. Кроме того, подхода, о котором говорит вся Украина, перехода на 12-летку, который мы ожидаем не в этом году, а со следующего, с 2018 года, пока мы до него еще не дошли, уже сегодня существенные изменения претерпело содержание учебных программ. Изменения коснутся всех 14 программ учеников начальных классов. Они готовились с помощью педагогов всей Украины, в том числе одесских, в онлайн-режиме. Так теперь не будет фиксированного времени на ту или иную тему. Учителя сами, в зависимости от успеваемости класса, смогут корректировать время, при этом не выходя за рамки учебного процесса. И это тоже не все. Следующее изменение, достаточно серьезное, на мой взгляд, очень прогрессивное, я бы его подчеркнула в первую очередь, это уход от формального изучения букв, цифр, которые мы привыкли анализировать на скорость. Так называемая техника чтения, к которой мы все с вами привыкли, еще обучаясь сами в начальной школе, подразумевает в первую очередь прочтение за минуту определенное количество слов, и только потом анализ осмысленности этого прочтения. Сейчас в начальной школе, в соответствии с новыми изменениями, в первую очередь будет анализироваться не то, сколько слов прочел ребенок, а то, как он усвоил тот материал, который он прочел. Кроме этого, первоклассник ожидает новшества в изучении английского языка. Теперь основной упор пойдет на практическую часть, то есть на разговорную речь, освоение звуков и произношение. Еще будут изменения в математике и литературном чтении. По литературному чтению, из программы начальной школы исключены достаточно такие объемные, сложные для восприятия ребенком тексты, и они заменены произведениями современных детских писателей. В творческих предметах сделают больше практики и меньше теории. Также учителя младшей школы теперь получат право подбирать 50% тем по рисованию, трудам и музыке. Остальные 50% остаются обязательными. Кардинально поменяется подход к физкультуре. Отменять не отменят, но серьезно трансформируют. Серьезным разделом программы по физкультуре становится раздел «Активный отдых», где детей будут знакомить с играми на свежем воздухе, где действительно наши дети смогут подвигаться. И самое главное, что оценивание этого предмета переходит из разряда фиксированной оценки за выполнение нормативов к разряду оценки личных достижений ребенка, то есть с учетом его физического развития, состояния здоровья. Главная задача всех этих изменений – уйти от процесса простого физического наполнения ребенка набором знаний и переходу к набору компетентности. Во всяком случае, так звучит официальная формулировка. А насколько ее удастся притворить в жизнь, увидим уже в ближайшее время. Специалисты обещают, что полноценно заработают все изменения уже в этом учебном году. Сергей Бандур, Алексей Барановский, 7 канал.